Здоровенькие были подписчики мопеда Раритетовича, а также сайта Wagnerland.ru С вами снова Илья Механик и это 17 эпизод видеоряда переклички. Посвящен он мопеду Верховина 7, последней Верховине, выпускаемой заводом львовских мотоэлосипедов. Вернее, уже на тот момент он был львовский завод мопедов, если правильно выражаться. Выпускался этот мопед с 1981 по 1984, по одним источникам, по другим 1985. Но таки меня подправят, я не буду обижаться. Оснащался на тот момент двигателем Ш-62 до 50 см3. Это была полностью отечественная разработка Шауляйского завода. Диаметр цилиндра оставался прежним, вернее диаметр поршня 38 мм. Ход 44, 49,8 см3. Развивал скорость до 45 км в час с двумя своими несчастными лошадками. Имел топливный бак около 5,5 литров и запас хода до 200 км. Передняя рама была, как обычно для львовских мопедов, из квадратной трубы. Передняя вилка телескопического типа с механическими амортизаторами в виде пружин. Задняя маленького типа с механическими амортизаторами. Колеса 2,50 на 16, как спереди, так и сзади. Бараба, ну и тормоза, как спереди, так и сзади. Электрооборудование было 7 вольтом. И так как это был Ш-62, тут уже было применено электронное зажигание. Вот в этой части, за декоративной крышечкой, в которой уже пропали металлические накладки МОТО-50, прятался блок-коммутатор-стабилизатор, который коммутировал искру на катушку выносную и стабилизировал напряжение бортовой сети. Передняя фара круглого типа была. Задняя унифицированная с лигой 16 оставалась. Как вы видите, данный мопед на номерах. Скорее всего, опять были ужесточения по поводу водителей данных транспортных средств. Их заставляли регистрировать. Опять там, наверное, какие-то были изменения в законодательных актах. Скорее всего, он мог разогнаться и до 50 км в час, раз такое заставляли делать. Данный мопед, если мне память не изменяет... Ну, в общем-то... Да, она не изменяет. Этот мопед 1981 года выпуска, вот эта вот единичка. То есть, из тех вот серий первых. Был куплен мной, как верховина 6, но потом мне-таки подсказали, что это все-таки верховина 7. Благодаря и круглой фаре. Теперь спидоматер был не фаре на отдельном кронштейне располагался. Ну и двигатель Ша-62. По техническому состоянию. Двигатель я не лазил, не знаю, что там. Коммутатор снят и отлично себя чувствует на моей стеле, которая готовится к стела-челленджу. Рама, скорее всего, кривая, как и у всех верховин. Багажник, как видите, разносорт уже найден, недостающий. Вообще, мопед вполне комплектный. Даже к нему прилагался замок без ключа. Вот этот вот, противоугонный. Этот замок я буду восстанавливать. Благодаря парням, которые находятся в переходе возле автовокзала, это уже будет четвертый замок. Они высверлят сердцевину, сделают новый ключ. И четвертый будет замок моралитета, который я восстановлю. История попадания. Мопед этот был куплен в 2013 году. Если меня память не изменяет, я уже, честно, не помню. В Черкасской области за 400 гривен. Пересылка составила где-то в районе 130 гривен. Вот было как есть. Вот так вот отдали. Люди не смогли его запустить. Там были кучи проблем. Ну, а я надеюсь, я его запущу. Так что, спасибо всем за внимание. Всем пока. До встречи.